Будучи еврейской девочкой, выросшей в Тегеране, я ходила в еврейскую школу. Каждый понедельник и каждый четверг мы ходили в синагогу. Мы пели песни, там открывали тору, и мы немного читали из нашего сидура. Также мой отец, поскольку мы соблюдали все еврейские праздники дома, мы вникали во все эти истории, особенно на Песах. Он очень страстно рассказывал нам об истории Песаха и как мы были спасены из Египта. И он всегда подчеркивал, что эта Божья рука вывела нас из Египта. В 1977 году я переехала в Нью-Йорк, чтобы продолжить учебу. А год спустя, в Иране, произошла революция, что очень сильно вывела из равновесия всю нашу жизнь. Все начало разваливаться. В стране, в которой я выросла и которую так любила, было так много перемен. Была разорвана дружба с некоторыми моими друзьями. Для меня все было очень сложно. Я начала по-настоящему интересоваться вопросом смысла жизни. Пыталась понять жизнь, понять саму себя, что происходит со мной. Как я могу стать более позитивным человеком? Как я могу изменить ситуацию? И я повстречала человека, который познакомил меня с Landmark Forum. У них это называлось уроками по росту потенциала. У них было очень много лекций, очень много семинаров. И могу сказать вам, что я продолжала этим заниматься около 19 или 20 лет. Пришло время, когда мои родители заболели. Особенно моя мама, чего я никак не ожидала. Ей было 57, и ей диагностировали рак. Казалось, что все то, чему я научилась до этого времени, все эти семинары и лекции по самосовершенствованию, которые я посещала, только увели меня прочь от реальности. Когда дело дошло до вопросов, касающихся жизни и смерти. Как мне теперь говорить с моей мамой? Как мне, зная, что она скоро умрет, и она не готова к этому? Как мне с ней говорить об этом? Что я знаю? Что я знаю? Откуда мне знать? Куда она пойдет? Знаю ли я о том, есть ли другая жизнь после смерти? Я считала, что Бог сделал меня очень выносливым человеком. Я чувствовала, что Он дал мне много сил, но это все работало против меня. Я не была способна справиться с этим самостоятельно. У меня не было возможностей решить свои собственные проблемы. Поэтому я, конечно же, начала читать Тору и Танах. Постепенно я почувствовала, что Бог говорит ко мне через Его книгу. И что это Его книга. Он написал эту книгу и подарил ее нам, чтобы мы читали ее и размышляли над ней. И я начала видеть эту тему, постоянную тему. Всегда была необходима жертва за наши грехи. На праздники Песох, Рошешана и Йон-Кипур мы должны приносить Богу все эти жертвы-животных. И вся эта кровь должна быть пролита, чтобы покрыть наши грехи, чтобы покрыть все наши беззакония. Я собирала вместе все истории из еврейских писаний, а также все истории, которые я слышала от своего папы, от моего дедушки, о том, что однажды должен прийти Машех. И вдруг меня озарило, что, конечно же, Йешуа должен был прийти и умереть за нас. Кто-то должен был прийти и исправить наше положение перед Богом. Он не пришел для того, чтобы создать новую религию. Он пришел для того, чтобы исполнить все обетования, которые Бог дал нам о том, что Он пошлет нам Спасителя. Мне нужен был Машех, и Он был этим Машехом. Внезапно все обрело смысл после нескольких лет поисков, сопротивления этому, споров об этом. И, наконец, я смогла по-настоящему понять, что только кровь кого-то святого, такого, как Йешуа, может покрыть все наши грехи. Я помню, когда я была ребенком, мы ходили в синагогу. Когда мне надо было, чтобы мои молитвы были услышаны, я всегда шла к раввину, чтобы он помолился за меня. Или же я писала что-то на листочке бумаги, отдавала это кому-то, кто ехал в Иерусалим к стене плача и просила положить эту бумажку в стену. У нас не было прямых отношений с Богом. Мы не могли иметь эти прямые отношения с Богом из-за своих грехов. И Йешуа нужно было прийти, Ему нужно было умереть за нас, чтобы вновь восстановить эти отношения между нами и Богом. Каждый день я отдаю Ему все мои проблемы, и Он берет их на Себя. Он забирает их у меня, Он забирает страх и тревогу, и Он заменяет их Его радостью, Его миром, И это ценно для меня. Это то, чего нельзя купить за миллионы долларов.